Сука, каким же нужно быть долбодятлом, блин? Чтобы так налажать с переводом. Вот как так-то, а? Сейчас покажу, в чём суть. Вот так вот. АВЭ, вы смотрите Пиар Петус Плей, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Сибирь третью. Но прежде чем начать, я хочу сказать следующее. Взаимная подписка — это зло, которое похоронит заживо твой канал. Поверь мне, если не знаешь почему, спроси меня, я обязательно отвечу. Всё, побежали. Побежали, Кейт. Дело в том, что нам с Кейт ещё много чего нужно делать, а Кейт пока что не знает как. Да и я тоже. Но, судя по всему, мне нужно вернуться в наш лагерь. И я так думаю, с кем-то поговорить, наверное, с Айаваской по поводу этого дневника. Потому что он же на Юкольском. Как-то Кейт, наверное, не владеет. Хотя вроде как дружит с Юколами давно и могла бы уже немножко, в каких-то деталях хотя бы, язык-то подучить. Но, судя по всему, как я и говорил в прошлой серии, Кейт абсолютно наплевать на Юколов. На всех вместе и на каждого из них, в частности. Но, Сокаль так придумал, что что сделаешь-то. Ничего не попишешь. Так, где они тут стояли, эти Айаваски? Где-то же была, я её где-то видел. Кстати, а вот ты ничего не скажешь, не? Барт Лага, мисс Кейт Вок. Согласен. Мисс Кейт Вок надо Барт Лага. Кстати, как вы думаете, сколько сейчас кадров в секунду записывается Кейт Вока? Без записи, кстати, немного больше. Сука, 12. Ну, сейчас 17. Бесит, бесит, конечно, этот факт. Где, кстати, вообще хоть кто? Хоть Айаваска, хоть кто-то ещё. Курк, например. Может быть, он поможет. А ты ничего не скажешь? Кажется, этому существу я очень нравлюсь. Да ты что? Хорошо. Допустим. Кстати, для сравнения. The Search пишется стабильно с тридцаткой. Кадров в секунду. Просто вот стабильно. Ай, ладно. Насчёт оптимизации не будем. Курк, где Айаваска? Как твои успехи, Кейт Вокер? Креново. Ну, я только что встретила дочь твоего предшественника. Да. Харматика на местном кладбище. Правда? Да. Что она там делает? А просто живёт, понимаешь? Просто живёт человек. Одиночество, тяжёлый груз. Она двинутая. Кейт Вокер. Не, ну я бы хотел сказать, что она двинутая, но... Я согласен с тем, что она двинутая, но отчасти. Каждый имеет право на второй шанс. Она долго была одна и показалась странной, но вообще она очень милая. Ну... Ты можешь нанести ей визит? Все эти годы она была одна, и встреча с кем-то... А, точно, она же попросила. Угу. Для меня честь встретиться с потомком одного из спасителей храма. Я навещу её, как только закончу перевод. Отлично. И на дневник. Только смотри с ней, не замути там. А то мало ли чё. Мы посмотрели на небо, и всё стало сразу ясно. Ты перевёл всё? Ты самый быстрый писак в мире, я тебе серьёзно говорю. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Давай-ка секундочку, где тут наш... Пам-пам-прам-пам... Фотоальбом. Переведенная рукопись. Значит, оригинал он оставил себе. Ну, и ради бога. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Херово ж ты перевёл, я тебе скажу. Как-то прочесть. Вообще, оно на английском, ни хера не разборчиво. Читать. Вот. Я посвящаю эти сроки тому, кто придёт после нас. Тому, кто будет сопровождать новый переход священных страусов в осквернённые земли. Надо сказать, что-то у них дохреническое количество символов используется. Либо же Курк порядком сократил. Дальше. Только настоящий укол сможет прочитать карту. Она показывает путь к дверям нашего святилища. А также его ключи при условии, что ты последуешь за Красной Луной и будешь смотреть на вещи с правильной перспективы. Прежде всего, я хотел бы вместе с тобой почитать наших доблестных братьев и сестёр, которые покинули племя, чтобы спасти священный храм. Я не буду рассказывать тут о таких счастливых мгновениях, как то, когда я встретил мать своей дочери. И знай, что жизнь тех из нас, кто добровольно стали рабами, была долгой чередой несчастья. Сначала мы принесли жертву, расстались с караваном. Затем мы познали боль. Боль от того, что проводили свои дни, воздавая это оскорбление наших традиций, возводя, чтобы затем проводить ночи, укрывая священный храм. Дело в том, что, опять-таки, строил этот храм, по сути, своими руками проводник Юкола. В Юколы без проводника никуда не ходят. Как караван ушёл, если не было проводника? Сука! Голова взрывается каждый божий раз. И, наконец, пришло время смерти. Нашей смерти. Мы умирали один за другим. Кто от усталости, кто от отчаяния. А ты от чего умер? Раскрой мне свои секреты. Я чувствую, что приходит мой час. Но своей малышке Дуняше я могу передать лишь величайшую жертву. В одиночку нести груз нашей скорби. До конца жизни ожидая появления наших последователей. Да вот дождалась она. Всё. Можно уже и не скорбить больше. Так сильно. Я обрекаю свою дочь на мрачную участь. И это напоминает мне легенду, которая почти неизвестна в нашем народе. Она передаётся от проводника проводнику и сейчас кажется мне мрачным предсказанием. А к полупроводнику не передаётся там? Мало ли, током трахнет. Которым я хочу поделиться с тобой. Это легенда о кровожадном Буторе. Безумце, замыслившем покорить степи. Бутор был вожаком нашего племени. Его все боялись, а втайне ненавидели. Он захватил множество наших деревень. Наложил на народ несправедливую дань. Силой забирал их в свою огромную армию наездников на мамонтах. И собрал всех шаманов в совет, который подчинил своей воле. Его жажда в завоевании была столь неуёмной, что он захотел подчинить своей власть не только всех юколов, но и другие народы степей. Юкольский Чингисхан не дать не взять. Покорные шаманы совета убедили его, что это возможно. Если он возьмёт верх над четырьмя нашими главными духами и подчинит их своей воле, то были духи боли, дух скорби, дух смерти и дух жертвы. Прикольно. Надо же, у юколов тоже есть своя фишечка. Так. Шаманы уверяли Бутора, что поглотив суть этих духов, он станет повелителем войны. Не знающим более поражений. И Бутор взялся за эту задачу. Он преследовал духов до края света и даже дальше. Итак. Символ Пахтакенжи, духа боли. Символ Пахлавы. Символ Аркхана, духа скорби. Символ Хама. Символ Джакоба, духа смерти. Символ Джаджабингса. Символ Жебохаса, духа жертвы. Ну, жертва она и есть жертва. Че тут сделаешь ты с ней? А этот символ чей? Символ Ктулуха, духа безумия. Символ Ктулху даже не забыли впихнуть. Одного за другим. Одолел Бутор духов и поглотил их. Однако слияние, единение всех духов оказалось иллюзией. И соединяя скорби, боли жертвы и смерти появился другой дух. Ктулух. Безумие. И он с радостью позволил неосторожному завоевателю себя поглотить. Ну, вот такая хрень. Какой последовательности нам надо их поставить? Это еще неизвестно. Итак, идем дальше. И когда Бутор вернулся с охоты на духов, покоренный им народ увидел его преждевременно состарившимся, бессильным и заикающимся, утратившим каждую жажду сражений. Шаманы, задумавшие этот план, вернули себе власть, завоеванные деревни вновь обрели независимость и вернулись к мирному сотрудничеству, в котором жили и раньше. А старшего, ставшего безопасным Бутора, отправили в конюшни его бывших боевых мамонтов. Какие же конюшни, если там мамонты? Это мамонюшни какие-то будут, по идее. Я рассказал эту легенду, чтобы поделиться с тобой своим величайшим страхом, который преследует меня с тех пор, как мы начали укрывать храм. Не обрек ли я свою единственную дочь на ту же судьбу, которая постигла Бутора, когда открыл ей все те страдания, которые мы ей перенесли, чтобы защитить храм? Чем больше нас умирает, тем сильнее становится этот страх, который не покидает меня с тех пор, как я спрятал ключи от храма. Где спрятал? Пиши, где спрятал. Ну-ка. Итак, мы подошли к концу этой темной истории, которую я возлагаю на твои плечи, а наш племянник, преемник. Не забывай поклоняться алтарю, который мы воздвигли в память о тех, кто погиб, защищая наш священный храм. Да пребудет с тобой духи Хантика. По скриптам, если эти записи случайно оказались в руках чужака, то бишь Кейт Уокер, желающего разграбить наше святилище, обязательно это Кейт Уокер, то отступись. Кейт Уокер не такая. Жалкий глупец. Это вообще-то девушка. Ты слишком ограничен, чтобы найти то, что ищешь. Долгие годы мы прятали один из наших ключей в кумире вашего тщеславия, а вы так ничего и не поняли. Ну это, конечно, да, это цирк, это просто. Ладно. Итого. Нет, выйди. Я говорю, выйди, убейся, блин. Инвентарь, ну ты чё, всё. На четвёрочку надо. Я постоянно забываю, что нужно нажать на четвёрочку. Итак. Теперь, когда я прочёл дневник, казалось бы, должно всё проясниться. Но не то-то было. Мне нужна Айя Васка по-прежнему. Васка Айя. Где она? Её нигде нет. Я бегаю вокруг костра, как эти юколы. И ничего не могу найти. Так, а где тут был, в принципе, мой шатёр? Где ты же был? Где-то тут недалеко, по-моему, даже. Только теперь я не помню где. О, кстати, а ты что скажешь? Ничего не мочь, мисс Китлока. Ничего не мочь. Зря, зря. Мог бы чё-то и смочь. А вдруг? Так, а, вот наш шатёр. Давай-ка поспим, Китлока. Я не знаю зачем, но утро вечера мудренее. Хотя сомневаюсь, что ей дадут поспать. Может, мы сейчас здесь что-то найдём? Да, поспать мы здесь и не собираемся даже. Да. Дейт Вокер позевала-позевала и всё. Очки больше не нужны. Это что такое? Юколы сохранили все вещи, которые я смогла забрать из клиники. Как здорово. Как здорово. Зачем они факел сохранили? Я вообще не понимаю. Очень круто, очень здорово. Это, конечно, всё хорошо. Но! Но! Само существование вот этой вот нашей палатки просто отсутствует. Там факт того, что она есть. Это, конечно, прикольно. Они решили это добавить. Но, поверьте мне, лучше бы они поработали над, сука, оптимизацией этой игры. И уж точно над тем, как Кейт Вокер ходит. Она ходит. Я имею в виду, переходит между локациями. Это просто капец. Это просто капец. Ну ладно. Итого, там ничего нету. Надо было изначально и не лезть туда сразу. А я вас, кого я так и не нашёл. Ты мне что-то скажешь? Кажется, этому существу я очень нравлюсь. Я очень рад за тебя. Смотри, не заржавей, когда он тебя пометит. Ну что, а я вас кинету, значит, нам нужно идти туда и разбираться с самим. Может быть, даже зайти к Дуняше. А может быть и нет. Так, а здесь снова открыто или нет? Не здесь. А тут. Открыто. Я хочу пойти к тому чемодану, попробовать накрутить там... Посмотрите, для начала сходятся ли символы с этими... С символами духов. Если да, то это уже будет кое-что. Если нет, то... То нет. Так, две загрузки. Здесь лежит какой-то железный красавец с факелом в руках. Загрузки, конечно. Мало того, что она длинная, так они ещё чёрные. Ну, хоть бы какую-то картинку. Ну, какую-то картинку. Не, я понимаю, страус бежит. Но он очень-очень огромный и занимает десятую... десятитысячную часть. Экрана, блин. Просто. Где-то тут недалеко был чумодан. Где-то, вроде как, даже здесь. Давно я его видел. Ну да, он здесь. Ну, давай посмотрим. Сначала мы посмотрим, что у нас здесь за символы такие. Слушай, с тобой поговорить, что ли? А, ну подожди, давай поговорим. Ты должны подсказки быть, как храм Красной Луны находить. Да, ты это уже говорил. Давай ты не будешь трындеть мне под руку. Не то. Ай, не то. Кстати, с этой линзой надо ещё что-то будет придумать. Давай открывайся. Рукопись. Ну? Ох, мне эти ещё страницы, блин, на которых текст появляется сам собой со временем. Электронная книга. Принцип тот же. Итак. Такие вот себе загогулиные. Ну, по идее, вот этот вот дух Ктулху должен быть последним. Я так понимаю. По идее. Давай попробуем, в принципе, посмотреть, в каком порядке он их взрывал. поглотив суть духов, он станет в, наверное, дролевале, он преследовал духов до края света и даже дальше. Да, он преследовал их дальше края света. В каком порядке он их завоёвывал, а? Огромный арм наездников, шаман советовал убедить его, что если он верхнадцатымя нашими главными духами, почти не так. То есть, ага. Дух скорби, дух смерти, нет, дух боли, дух скорби, дух смерти и дух жертвы. Боль, скорбь, смерть, жертва. Блин, почему я постоянно жму на эскейп? Потому что хочется. Правление тоже тут оставляет желать лучшего. Они в этом порядке, собственно, здесь есть. Может быть, так и накрутить, если это те вообще. ну давай попробуем. Самый загогулистый здесь же. Вот этот. Оно не поменяется? Не поменяется. Хорошо. Дальше. Блин, я их просто не запомню. Вот серьезно, я их не запомню. Надо по два хотя бы, но все-таки. Так, дальше вот такая хрень и вот такая. Словно говоря, буква, я не знаю, буква Г сука русская, буква Г английская. Я их так идентифицирую. Иначе и представляется возможным. так, уйди. А где она вообще? Странно, странно, странно. о себе не так это представлял. Не совсем тут такие символы. А здесь есть-то буква Г. Подожди, а почему здесь нету? потому что это что-то вовсе не то? Но здесь ее реально нет. Значит, я делаю что-то не так. Интересно. Ай, ладно. Хорошо, будем искать дальше. Будем бродить, искать дальше, пока не найдем. А ну-ка, что это? А это что такое? А, что это действительно такое? Блин, да это еще одна линза. О! Это очень даже хорошо. Наконец-то мы кое-чего нашли. Блуждал, наверное, несколько минут, но нашел. и... В смысле, подожди. Мне нужно как-то разбить стекло. Как-то разбить стекло? чем защитить руки. А, так это, я же тебе это предлагал еще, когда мы били фонари. Мы били фонари. Вот, давай. Наконец-то! Видимо, там было очень толстое стекло, или Кейт знала, что ей еще понадобится ее старый шарфик. Можно было, конечно, и ножичком бахнуть, или ногой. Ну, нифига себе у тебя точечный удар, Кейт. Вокер. Опа! Что, порезалась-таки, да? Кто так вообще закручивает? Она закрутила вообще руку там... Там, где перчатка была и так. Ну, в общем, хорошо. Все, выкинуть. Нахрен. Одноразовый платок. Правильно. Так, доставай, давай, доставай. Линза Юколов ОЗ. Слушай, а теперь, а теперь, я так думаю... Они позволят обнаружить радиацию. Подожди, обнаружить радиацию. А можно линзы на них нафигачить? Я думаю, что можно, но, наверное, нужно идти к мастеру. Ла-мастеру. Давить? 0,1 и 0,3. Подожди, а где 0,2? Где линзы 0,2? Если эти линзы правильно разместить, свет усилится. Нет, наверное, это не то, что я думаю. Окей. Окей, окей, Твокер. Наверное, я не буду вас мучить этой беготнёй. И я подрежу это всё дело до того момента, как обнаружил линзу. Всё равно, все, кто смотрит прохождение целиком, он видел, видели, где, в общем-то, находится эта комната и как сюда попасть. Очень несложно вообще туда попасть. Больше здесь ничего нету, я так понимаю, да? Странно, по-моему, раньше эта хрень не была подсвечена. Насколько я помню. Однозначно это тонкости геймплея по Бенуалю Соколю. Бенуалю. Почему Бенуалю, когда он Бенуа? Не знаю. Ладно. Едем дальше на Страусе. Вот теперь у меня такое впечатление, что где-то еще что-то может загореться, и я этого не увидел, блин. Потому что раньше оно-то не горело. Ну, посмотрим. Посмотрим. Хорошо. Нужно еще, по идее, найти линзу 0.2 и, может быть, линзу 0.1 0.3 Нет, 0.4. У нас же 1.01 и 0.3 есть, поэтому сколько этих линз надо вообще так, так, так. Давай вниз опять спустимся, я просто не знаю, что же еще там можно-то понаделывать. Может, к Дуняше сходить, а? Хотя смысл к Дуняше идти. Где бы найти Айаваску? Может быть, она что-то подсказала бы. Так, а это что за вход? Где здесь был вообще? А здесь и нельзя войти. Ну, допустим. А туда я, кстати, с самого начала хотел побежать, но так и не побежал. Вот сейчас и представилась возможность. Так, одинокий Юкол. Долго еще идти Валиландзу, в священную землю страусов. Этот, видимо, не дошел, остановился на полпути. До лагеря даже. Итак, здесь еще одни ворота. Юколы почему-то их все позакрывали за собой. О! А вот сюда я не ходил. Давайте, давайте, давайте сходим. Хорошо. Мне тут чемоданчик не дает покоя, но там не совсем те символы, которые мне бы хотелось увидеть там. Точнее, не те, но не в том порядке, в котором я думал. Куда же мы забежали с тобой, Кейт? Это какой-то внутренний двор или наоборот? Сейчас выйдем, наверное, на стоянку перед стадионом. Большие пространства, нифига не видно, куда бежать. Ага, так, значит, Олимпия. Это главный центральный вход. Но есть ли тут что-то еще помимо этого входа? нету. Или есть. Давай, давай, Кейт. Давай. О, а это что такое? Нам так сложно было выбраться из метро. Я туда не вернусь. А кто ж знал, что это метро, Кейт? Это как бы не очень было очевидно, что это метро. И зачем тогда они взяли эти локации, если здесь нихрена нету? Здесь должно быть что-то ценное, полезное. нам реально было сложно выбраться из метро, потому что Юколы просто очень поразительный народ. А Бенуаль, Бенуаль, опять-таки, Бенуа Соколя это Соколя. Почему-то я его коверкать имя начал, совершенно того не желая. Хотя он, блин, он заслуживает. Заслуживает критики в свой адрес. Итак, хорошо, здесь ничего нету. Хорошо. Обычно квесты не особо славятся какими-то локациями, в которых нихрена нет, но это не тот случай. Допустим. Побежали сюда тогда. Понятно. Там силовой щит. Силовой барьер. Так, а что это у тебя тут такое, а? Ничего. Ни-че-ло, блин. Ладно, Олимпию мы рассмотрели. Вы только не говорите мне, что я здесь побегал абсолютно зря. Для того, чтобы рассмотреть Олимпию. Центральный вход. Сейчас мы найдем что-нибудь. Обязательно чего-нибудь найдем. Но не конкретно сейчас. Так. Подожди, а здесь что-то написано? нет, а свет по идее падает. Но возвращаемся. То есть здесь мы ничего не сделали. Здесь достаточно большой, большая площадь, но но увы. А странно. А может быть здесь? Нет, вообще зайти нельзя. Камера меняется, я даже порой не понимаю, где Кейт оказывается, блин. И точнее, куда ей надо идти. Зато я очень хорошо себе представляю, куда надо идти Бенуа. это намного проще себе представить. Ладно, по идее, это огромная локация, в которой пока что ничего нету. По идее. Может быть потом со временем появится. Но не факт. И все. Нет, не все. не все. Ну? Так, а здесь развилка есть? Ну, вы даете, здесь оказывается развилка? А если мы сюда пойдем? Тут злые духи. Оригинально. Здесь еще и вход куда-то. Давай. Давай, хорошо. Что это мы такое нашли? Все-таки не зря я туда пошел? Ну, блин, не было же видно нихрена. Кстати, сохранила. Ну, вообще, ну, цирк, ну, как так? Здорово, ребят. Пытаться сказать духом, где храм. Да, молодец. А, это бассейн. Это, блин, бассейн. Хорошо, давай-ка зайдем на эту самую. На трамплин посмотрим. Окей, хочешь прыгнуть? без шансов. Хорошо, ножичком сковырнешь? А если эти линзы? А ну-ка. Опа! Это как-то... А нет, встала, куда надо, встала. Давай это. Невозможно это. Значит, что я угадал? Хорошо. Ясно. Она под углом. А если вставить вот эту? Попробуем иначе. Кстати, платок она выкинулась. Все видели? Ничего. Так, окей, сейчас поищем здесь еще одну линзу, значит. моменты истины, блин, момент истины, мать его. Да! Нет, ты понимаешь, это ты просто... Ты... Это просто обосраться. Берем эту долбаную хрень. В общем, я сейчас скажу, в чем была загвоздка. И это дебилизм. На самом деле, ничего сложного в этой головоломке не было. Но, сука, каким же нужно быть долбодятлом, блин, чтобы так налажать с переводом? Вот как так-то, а? Сейчас покажу, в чем суть. Блин, головоломка достаточно простая. Сейчас увидите, сейчас просто увидите, у меня слов не хватает. Я здесь долбался, наверное, минут 30. Короче, видите, вот у нас, допустим, первый не особо четко читается, что это скорбь, второй, символ, это смерть, сука, это смерть. И, что нам перевели наши доблестные, долбанные переводчики? Перевели как скорбь. И я ориентировался по этому сраному переводу. Надо было сразу обратить, блин, свой взор на английские, мать его, слова. Бомбить так, что капец, я передать не могу. Это, это Сибирь меня убивает. Серьезно, я вам говорю, она меня убивает. Но я ее обязательно пройду до конца из принципа, а там было все просто. Там было очень все просто. Сначала идет, значит, жертва, потом идет боль, мышка здесь теряется, вы не видите, да, в общем, сначала идет жертва, потом боль, потом идет смерть, потом снова идет жертва, страдание, и за ним последнее, как я изначально и думал, безумие. Безумие, слава богу, перевели нормально. Но это просто пипец какой-то. Я еще раз вам покажу, чтобы вы поняли, что я точно вот, вот она, жертва идет вторая, третья, жертва третья, это, блин, английская буква Г, грубо говоря. И тут, и тут, что это у нас? Смерть. Ну как, сука, так, а? Что за конченные ублюдки это переводили? Почему я должен, сука, 30 минут долбать себе мозги? Ой, я вам передать не могу, ребят, это, это просто. Ну и перевод. Мать за ногу. Они его еще и озвучили, понимаете, они же ее озвучили. Как так-то вообще? Я теперь понимаю, что в половине случаев они озвучили ее через жопень. Ладно, ладно, все. Давайте добежим до этого самого. Я, наверное, может даже сразу метнусь. Или ладно, добежим, если вы не видели в прошлый раз. Я еще не знаю, как я нарежу этот видос, потому что нарезать надо будет порядком. Я сомневаюсь, что вам будет интересно смотреть, как я туплю в книгу, читаю, вижу фигу, блин, и нихрена не могу понять, почему она не открывается. У меня уже истерика начинается. Это капец, серьезно. Ужас, ужас. Ужасы нашей Сибири, блин. Ядреные такие. Так, нет, не сюда. Не сюда, вот сюда. Эйтвокер, что ты со мной делаешь? Бенуа? Ну, ну нет, ну нет, нет, тут Бенуа не виноват. Даю, честное благородное слово, Бенуа, сука, здесь не виноват. Здесь виноваты трудности перевода. У-у-у-у. Цирк, конечно. Слава Богу, что я вообще обратил на это внимание. Хотя поздно, поздно обратил. А как я мог знать? Как я мог знать? Я даже не читал. Я доверился переводчикам. Вот что бывает, когда доверишься переводчику. Ужас. Глаза, сука, болят, потому что я тупил, тупил в эту хрень, блин, я не знаю, ну вот 30 минут. Не засекал, ну плюс-минус. Видео, кстати, получится относительно коротким. Хотя у меня здесь уже подзаряжать камеру пришлось, понимаете ли. Бывает. Ладно, слава Богу, хоть разобрались. Слава Богу, блин. Кейт, 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 Кейт. Посмотрите, что делает. Я жму влево, я жму влево, Кейт идет вверх. Пока не остановится, нельзя поменять направление бега. Это уже заслуга по части Соколя. Я просто не знаю, если он даже не играл в эту игру, а чисто сказал, вот, ребят, я вам накидаю сюжетис, а вы, как хотите, так и разбирайтесь, то это, конечно, я бы под таким продуктом не подписался бы, который сам даже не протестировал, поэтому либо он этого не сделал, либо его все устроило. Если все устроило, то он, конечно, заслуживает отдельной похвалы. Ну, ладно. Давай. я же говорю, RGB нахрен. Red, green, blue. Все? Все нам так быстро показали? Опять-то, кровава красная луна? Пни ногой! Пни ногой! Как-то луна быстро двигаться начала. А я думаю, ничего, что они не попадают. Нехило. Вот, а я тебя искал! Она справилась! Молодец! Ура, блин! Хорошо, приведет. А вот. Но она приведет уже в следующей серии, потому что я планировал только сюда добежать. Так и думал, что здесь будет еще одна головоломка, естественно, на зеркалате выехали. Ну, не думаю, что она будет такой уж прям сложной. Разберемся с ней в следующий раз. Еще раз скажу, это капец. С этим переводом это просто капец. Бешеный. Причем, кстати, изначально-то я посмотрел, точнее ли перевод или нет. Но я посмотрел именно на том символе, который единственный на странице, и они перевели его правильно. Как можно было перепутать местами? Это цирк. Это просто цирк. Ну, ну ладно, ладно, забили. Хрен на него. Ой, аж, аж вот, аж... Хватит бомбить, в общем. Хватит бомбить. Опять-таки, с этой головоломкой мы разберемся уже в следующей серии. Кейт Вокер ее по-любому осилит, потому что не думаю, что тут переводчики как-то могли налажать. Надеюсь, что не могли. Но впредь, вообще, во всех играх буду еще перепроверять. Если что-то не могу решить, буду перепроверять. Переводы, я имею в виду. Благо дело, какие, кое-какие познания в английском языке имеются. Ну что ж, на сегодня все. Это была одна из бомбовых серий. Вам этого, скорее всего, не очень видно, потому что я, блин, орал просто на эту игру. Ух, орал и орал, но я это вырежу, потому что смысла в этом нету. Меньше негатива. Итак, вы порой меня за этот негатив относительно, кстати, конкретно Сибири не хвалите. Ну и в чем-то вы правы. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, если вам понравилось. И ба-бай! Субтитры сделал DimaTorzok